Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Слава Богу! 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 Продолжение следует... 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Иже от нея держимы. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Субтитры подогнулись. Субтитры подогнали Симон. 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 будет мне причащение. Пречистых твоих таинств, Господи! Звое исцеление души и тела. Аминь. Сейчас будет совершаться причащение из двух чаш. Здесь одна чаша будет. Здесь в центре у аналоя вторая. Поэтому, чтобы не создавать толщи, подходите к двум чашам. Подходите те люди, кто подготовился к этому таинству. Кто исповедовался и получил разрешение. Аминь, причащается Раба Божия в море, во вторник в лисдок, в жизнь вечна, аминь, причащается Раба Божия в море, во вторник в лисдок. Тело и крови Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, восставление 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 и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Аминь Субтитры создавал DimaTorzok Аминь 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 своего любимого Учителя. А сегодня со всем миром, видимым и невидимым торжествуем Христос Богоста веселия вечного. Еще вчера, казалось, была потеряна последняя надежда на спасение, а сегодня мы обрели твердое упование на жизнь вечную, невечернюю, внецарствия Божьего. Еще вчера призрак тления давлел над творением, ставя под сомнение сам смысл земного бытия. А сегодня мы возвещаем всем и каждому о великой победе жизни над смертью. Богодухновенный апостол Павел, говоря о значении чуда, произошедшего в ту далекую, но всегда близкую каждому христианину ночь, прямо указывает, что это событие важнейшее для нашей веры. Ибо, если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Пасха Господня сердцевина и непреоборимая сила христианства. Она, по слову святителя Филарета Московского, творит надежду, воспламеняет любовь, окрыляет молитву, низводит благодать, просвещает мудрость, уничтожает всякое бедствие и даже саму смерть, придает жизни жизненность, делает блаженство не мечтой, а существенностью, славу не призракам, но вечной молнией вечного света, все озаряющим и никого не поражающим. С верой в воскресение Христова неразрывно сопряжена и вера Церкви в то, что воплотившийся Сын Божий, совершив искупление рода человеческого, разорвав оковы грека и смерти, даровал нам подлинную духовную свободу и радость воссоединения со Своим Создателем. Всему бесценному дару Спасителя в полной мере причастны все мы, собравшиеся в эту святозарную ночь в православных храмах, дабы насладиться, по слову святителя Иоанна Златоуста, пиром веры. Пасха – кульминация тернистого пути Спасителя, увенчанного страданиями и голбовской жертвой. Неслучайно и в свято-отеческих и в литургических текстах Христос многократно именуется подвигоположником нашего спасения «Образ бода хвам», – говорит Господь ученикам, и призывает всех нас следовать примеру Его жизни. Но как же мы можем подражать Спасителю? Каким может быть наш подвиг применительно к реалиям современной жизни? Сегодня, когда мы произносим это слово, в сознании людей нередко возникает образ некого легендарного воина, исторического деятеля или знаменитого героя из прошлого. Но смысл подвига заключается вовсе не в стяжании громкой славы или обретении всеобщего признания. Через подвиг, неизменно связанный с внутренним усилием и ограничением себя, мы имеем возможность опытно познать, что есть настоящая и совершенная любовь, ибо жертвенность, лежащая в основании любого подвига, есть высшее проявление этого чувства. Господь призвал нас к подвигу деятельной любви, запечатленной в самоотверженном служении ближним, а наипаче тем, кто особенно нуждается в нашей поддержке, страждущим, больным, одиноким, унывающим. Если этот закон жизни, который так ясно был представлен и выражен в земной жизни самого Спасителя, станет достоянием большинства, то люди будут по-настоящему счастливы. Ведь служа другим, человек обретает несравнимо больше, чем отдает. Сам Господь входит тогда в его сердце и через приобщение о Божественной благодати меняется вся человеческая жизнь. Как без труда нет святости, как без голгофа нет воскресения, так и без подвига невозможно подлинное духовно-нравственное преображение личности. Когда же подвиг становится содержанием жизни не только отдельного человека, но и всего народа, когда в устремлении к горнему соединяются сердца миллионов людей, готовых защищать свою Родину, отстаивать высокие идеалы и ценности, тогда происходят поистине удивительные, чудесные, порой даже необъяснимые с точки зрения формальной логики вещи. Такой народ обретает огромную духовную силу, побороть которую оказываются неспособными никакие бедствия и враги. Ярким свидетельством правоты этих слов является победа в Великой Отечественной войне, достигнутая самоотверженным подвигом нашего народа. Семидесятилетия сей славной даты мы торжественно отмечаем в нынешнем году. В скорбях и искушениях мы призваны сохранять спокойствие и бесстрашие, «Ибо нам даны великие и славные обетования, а победе над злом». Нам ли унывать и отчаиваться? Мы составляем Церковь Христову, которую по неложному слову Господа не смогут одолеть даже врата ада. Иоанна свидетельствует божественное откровение, предрекая, что отрёт Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло откровение Иоанна Богослова. Молитвенно желаю всем вам, преосвященные собратья, архипасты, всечестные отцы, дорогие братья и сёстры, силы духа и твёрдости в вере, мира и неосхудевающей радости, а поправшим смерть Господи, проникая светом воскресения Христова и приобщаясь к тайне пасхального чуда, поделимся же нашей торжествующей радостью с ближними и дальними, всем свидетельствуя о восставшем из гроба Спасителя. Пусть во все дни жизни нас неизменно согревают и утешают, даруют подлинную радость бытия и вдохновляют на добрые дела пламенные слова пасхального благовестия. Христос воскресе! Пусть во все воскресе! Кирилл, патриарх Московский и всея Руси, Москва, Пасха Христова, 2015 год. И пасхальное послание митрополита Волгоградского и Камышинского Герман, главы Волгоградской митрополии, клиру и пастве Волгоградской митрополии. Удивительно пишет нас Владыка, очень кратко, но так по-отечески, но так, наверное, самое главное, возлюбленное Господи Пастор, Христос воскресе! Христос воскресе! Приношу вам, братья и сестры, сердечное пасхальное поздравление и желаю светлой спасительной радости от воскресшего Господа нашего и Иисуса Христа, чтобы нам своим пасхальным праздником удостоиться от воскресшего Спасителя нашего стать участниками Его воскресения. Весь строй пасхального богослужения способен вместить всех нас, всю Церковь Таинства Воскресения, светлое торжество нашей сопричастности, торжеству нашего воскресшего Господа и Его Церкви. Надо думать, что мы подготовились к этому пасхальным посту, очищением от грехов во время исповеди и получили возможность причащения святых Таин Тела и Крови Господа. Было бы хорошо сохранить это счастье единения с нашим Спасителем на всю оставшуюся земную жизнь удостоиться вечного блаженства с нашим Господом. Аминь. Герман, митрополит Волгоградский и Камышинский, главал Волгоградской митрополии, Пасха Христова, 2015 год, Свято-Духов монастырь Волгограда. Вот действительно, лучше не скажешь, что дай Бог нам сохранить это счастье, это уединение на всю оставшуюся жизнь. Наверное, этими словами мы сегодняшнее торжественное праздничное богослужение завершим, но не завершим празднование Пасхи Христовой, которая только вошла, скажем так, в нашу жизнь. Вся предстоящая неделя называется светлая, пасхальная, радостная неделя. И тоже хотелось бы пожелать и предложить при определенной степени подготовки сохранить такую чистоту, хотя бы относительную чистоту своей совести, чтобы можно было причаститься и в какие-то из последующих дней в Пасхе Христовой. Ведь не для того 50 дней постился человек, чтобы один день, один час порадоваться, а чтобы принимать участие в этом мире веры. Конечно, при определенной подготовке, о чем мы говорили всю прошедшую страстную седмицу неделю. Христос воскресе! Сегодня, ну да, сегодня, сегодня воскресный день. В 16 часов будет крестный ход от часовни Александра Невского в Центральной набережной, где в 17 часов будет совершаться вечерня, пасхальная вечерня, которую возглавит митрополит Волгоградский и Камышинский Герман в сослужении духовенства, а также, насколько я знаю, еще и пасхальный праздничный концерт. Сейчас мы потихонечку, спокойно, возьмем свои пасхальные приношения, выйдем на открытое пространство, свободное, разложим свои приношения, и мы все ваше приношение осветим, покрапим. Вокруг малого храма, где мы обычно с вами собираемся, вокруг малого храма, вверх поднимайтесь, спокойно, на всех вас призываю Божие благословение, а вы, уходя, можете через крест уходить, выстраиваться на улице, не задерживаясь. Давайте вот с этой стороны. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ 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 Иисус воскресе из мертвых, Смертию в смерть поправ, Висущим в ограбежье воздоровав, Иисус воскресе из мертвых, Смертию в смерть поправ, Висущим в ограбежье воздоровав, Иисус воскресе из мертвых, Смертию в смерть поправ, Висущим в ограбежье воздоровав, Висущим в ограбежье воздоровав, Иисус воскресе из мертвых, Иисус воскресе из мертвых, У меня очень много мыслей по этому поводу. Пришла разделить с православными христианами, Своими братьями и сестрами радость о воскресшем Господе. Такая радость, которая переполняет сердце, О которой просто невозможно молчать и сидеть дома, Находясь перед телевизором, перед компьютером, Но просто невозможно радоваться о Господе, Находясь дома и занимаясь бытовыми делами. Безусловно, в этот святой день необходимо посетить богослужение. Я общалась с прихожанами храма, со многими, И вот они тоже говорят о том, Насколько важна ночная служба, Насколько она благодатная, И как она благотворно влияет на сердце каждого человека. Она в буквальном смысле просвещает душу Каждого пришедшего в этот день в храм. Потому что человек, пришедший в храм, Не может остаться без милости Божьей, Без его покровительства. И в этот святой день это особо ощущается. Ну, я могу это описать по своим собственным чувствам. Я перед тем, как прийти сегодня на богослужение, Я уже неоднократно прихожу в пасхальную ночь на богослужение, И я жду этого момента, Когда в храме тухнет свет, Все молчат и ждут вот этой радости о воскресшем Господе. Начинают тихо в алтаре священники петь Воскресение Твоей Христе Спаси. Эти святые слова раздаются и в устах хора, После чего подхватывает это весь храм. И просто по собственным ощущениям, До мурашек на теле, Настолько трепещит все внутри. И хочется этой радостью поделиться со всеми. Ну, от себя может что-нибудь как-то. Да, ну и, в общем, очень радостно, Что столько много прихожан. С каждым годом их становится все больше и больше. И этот храм один из самых крупных, Не только в нашем городе, Но и вообще в Южном федеральном округе. И даже он уже не может вместить Столько желающих прийти на богослужение. И парадоксальное вообще соотношение, Что чем больше храмов, Тем больше людей туда приходит. Так что будем надеяться, Что храмов будет построено еще больше, И они наполнятся все людьми. Ну, казачество, оно издревле Пересекается с православием, Идут рука об руку. И сейчас, в наше тяжелое время, Я считаю, священным дух казаков Быть рядом с православием, Чтобы вот этот православный дух Жил на Руси. Это мое мнение. И это мнение бытует в нашей странице. Ну, лично я бываю не так часто, Как хотелось бы, Ну, в силу определенных причин. Но вообще наша страница, Она постоянно присутствует На всех богослужениях, Носит хоругви, Охраняет храм Иоанна Кронштадтского, Вносит свой посильный вклад В развитие православия и казачества. Ну, у меня матушка, Глубоко верующий человек. Человек без веры не может. Человеку нужна вера, Чтобы к чему-то стремиться. Вера дает очищение души. Настраиваешь себя. Тем более, Мы казаки, А доля казачья, Служба лихая. А как служить без веры? Если душа отлетит, То куда она отлетит? Вот. Так как-то. Ну, скажем так, Познать Бога. Мы его тоже не познали, Бога еще. А то, что мы пришли к вере, А кто-то еще к вере не пришел. Ну, дай Бог им прийти к вере. Что я могу сказать? Дай Бог им к вере прийти. И Христос воскрес. Воскрес. Слава тебе, Боже наш, Слава тебе, Дай Бог им, Христос воскресе Мертвуе, Смертию смерть поправ, И сущим подрапев Клицом ордам Пристос воскресе Мертвуе, Смертию смерть поправ, И сущим в ограбев Клицом ордам Христос воскресенье, Благослови Малеко Сие Агустевшее. Сияйся, и нас соблюди во благости Твоей, Я, когда пресечаю Тихих, Твоих независноподательных даров, Исполнившись из них, изглакованные Твоей благости. Я, Твоя, Веслава, и Твою, Слава, и Твою, Слава, Ухай, Семенового Духа, Ныне и Присного века веков. Аминь, Господу помолимся, Господи помилуй. Призри, Господи, Божий наш, набрашно мясо. И освятия, якожи освятил Иси, овна, Его же Тебе приведи верный Авраам. И Агнца, Его же Тебе авель во все плоди принеси, Подобни кельца у питанного, Его же приносите в жертву, повелел Иси, Сынове Твоему заблужшему и паке к Тебе возбращемуся. Да якожи той, сподобися Твоей благости, Насладитесь и освященных от Тебе, И благословенных насладимся и мы, Пищу всех нас. Ибо и сей истинная пища, И под этих благиха Тебе славу высылаем, Собезначальным Твоим, Азамасу Пресвятым и Благим, И заводворящим Твоим Духом на ней присно и вовеки веку. Аминь. Так, сейчас каждому подойду, покраплю, благословлю. Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Вот настолько чувствуется, что Господь рядом, вот рядом. И вот людям тоже хочется сказать, приходите в храм, даже если вы сомневаетесь, даже если вы считаете, что всё это как бы вот, ну, как какая-то, ну, было что-то в истории такой. Вот люди вспоминают, это настолько всё живо, и настолько хочется жить после этого. Приходите, ищите, молитесь Бога о том, чтобы Он встретил вас тут, и сами просите, и всё обязательно случится. Ну, по поводу пасхального праздника, вот, наверное, нашего мы уже больше того, что сказано, сказать не могут. И, ну, хочется просто вот, душа ликует, как в стихотворении. На воскресенье Христа, душа моя, ликуй и пой, наследница небес, Христос воскрес, спаситель мой, воистину воскрес. Субтитры создавал DimaTorzok